Доброго здоровьица, так сказать, работа с посетителями канала Дабы люди, которые приходят на канал, получали что-то полезное А у меня тут батарейки кончаются везде Батарейки кончаются везде, ну ладно Ирина Еремичук, два часа назад А вы не купайтесь, как доктор Мясников в реке Как ребята, около которых вы прошли Это суперходьба Посмотрите мои закаливающие процедуры В который раз посещаем знаменитый Варварин источник Плещеево озеро Заповедные места Ну естественно комары, мошки Будьте готовы Доброго здоровьица Комары не закусали? Нет вообще Ну что, теперь будешь? Доброго, надо помывать Что? Доброго, нельзя взять лопатку Доброго, нельзя Доброго, нельзя Доброго, нельзя Вот она пластмассовая, хорошо, хорошо, то хорошо, было бы и кое-что. Вот она, сама купальня. Я здесь неоднократно окунулся. Субтитры создавал DimaTorzok Все, обрезает, обрезает. О, хорошо, хорошо, хорошо. Вот это да! На видео, после того, как искупаешься, унесся. Замечательно! Просто-напросто посмотрите, и вы увидите, где я купаюсь и как я купаюсь. Так, далее. Природа классно завораживает тракторов рядом на полях. Нет, воздух чистый, это парк. Поэтому там еще более-менее. Какая природа? Это где такое местечко красивое? Ирина, видать, недавно зашла, и я в который раз уже говорю. Это Ростовская область, город Камень-Шахтинский. Так, опять Ирина, она же на геморрой устранения. Сейчас вода в Ейске отлично, из станицы Ленинградской. Есть курортный городок. Знаю, знаю, мне там аппендицит вырезали, так что я его запомнил. В смысле, купаться вода. А что касается воды питьевой, вот там как раз у меня и облом произошел. Это было в 1974 году, по-моему, в августе. Геморрой я его вылечил. Опять Ирина, доктор, профессор Неумывакин. Это человек с большой буквы, умница человек. Помню его. Не знаю, насколько вы его помните, я с ним встречался несколько раз. С вами согласен. Человек действительно умница. А вот Алишей Вахабов. Четыре часа назад вот такое вот письмо мне написал. Здравствуйте, я из Туршкента, мне 49 лет и первый раз я голодала. В прошлом году сразу на 10 дней. В 8 дней я чувствовал себя очень хорошо, а в 10-м у меня пошли рвоты и очень сильные. И вот эти два дня я не могла вообще пить воду, не было сил для прогулок. Но у меня, я читаю как написано, но у меня было катастрофически плохо и прекратило и прошла на соки. И вот сейчас я начала голодать. С 9 октября у меня эти рвоты начались со второго дня, я не могу пить. От меня выходит желчь, а потом какая темная вода и мне очень плохо через каждые часа. Это со мной происходит в интернете, я ничего не нашла по этому поводу. Если это полезно, я бы терпел и ищи. Ищи у меня сегодня пятый день, не знаю что делать. У меня еще бессонница. Алиша, подписывайтесь на спонсорскую подписку, сейчас как раз про голодание я там рассказываю. А вообще, есть еще время, пока библиотека моя не закрыта, зайти в библиотеку, почитать про голодание. То есть самообразоваться. Видите, человек начал голодать, он не знает что с ним происходит, как с ним происходит, почему с ним происходит и так далее. Рвота, это говорит о том, что идет очищение легких, очищение желудка. И даже если там что-то черное такое, даже возможно идет очищение печени. Но очищение печени больше идет через прослабление. Рвота, это как правило очищается легкие и желудок. То есть какие-то проблемы серьезные с желудком, и он на голод реагирует сразу же, начинает очищаться. Вот, с этим делом надо поработать. Так, далее пошли. Урок из-за динамической гимнастики 26. Воздержание это норма. На что я отвечу анекдотом. Говорила Неру, кушать надо в Меру. Новопил Никита, жрать надо досыто. Иногда бывает хочется и, так сказать, и покушать. Но в любом случае, здесь не воздержание, а вот последнее слово. Норма. То есть каждый человек должен знать норму во всем. И тогда он сохранит все свои резервы и будет чувствовать себя вполне нормально. Зачем валенки? А вот для того, чтобы узнать, зачем валенки, смотрите гравитационную гимнастику. И там Самодумов как раз и объясняет, что в валенке, первое, нету каблуков, которые искажают нормальную траекторию человеческого тела, когда он стоит. А оказывается, вот не нужны эти каблуки, понимаете, вот не нужны. Если бы они были нужны, у нас бы природа пятку бы сделала больше. Это раз. Второе. В валенке прекрасно разогревает голеностопный сустав, который испытывает самую большую нагрузку во время занятий. Светлая голова, золотые руки. Опять-таки, воздержание. Ты что, в валенках ходишь? Да, я в валенках хожу. У меня ведь и полуваленочки. Прекрасная обувь для того, чтобы, вот особенно осень начинается, чтобы у вас не было никаких проблем осень, зима и ранняя там весна. Чтобы не было никаких проблем. Как только более-менее температура нормальная. Я вообще хожу босиком по дому. По дому я хожу босиком. А вот здесь, уже со своего возраста, 67 годков мне, скажу, отличная вещь в валенке. Как вам там за 40 перевалило, значит, меняется сезон года. Одевайте в валенке. Это самая лучшая обувь для ходьбы дома. Тамара Воронцова. Значит, вы сказали суперфражную походу валерианки и пустынника. У меня много страхов и фобий. И всегда сразу стараюсь в рот затолкнуть что-то успокаивающее, а не принимать и отодвинуть решение или принятие и работу над страхом. Тем более, вталкиваю себя в страхи, которые никуда не уходят, проблемы не решаются. А в итоге я целый день только на них циклюсь. И больше другого для меня не существует. Правильно! Вы дали сравнение с валерианкой. Выпил ее. Думаю, что все проблемы решаются. Браво! Браво! Мне браво! Простые истины. Но я так все усложнить в жизни. Читаю, как написано. Конечно, раньше такой не было. Но 6 лет для меня это не жизнь, а просто существование. И ежеминутно думаете про навязчивые мысли и фобии. Спасибо вам! То есть, важно человеку разъяснить. Это о грибке и порче. Разъяснить, что, что и как. Но нету, знаете, нужных знаний, нужных рекомендаций. Так что-то дается такое, знаете, не то, что надо. Человек должен проблему решать. Осознать умом и решить ее. Руками, головой. А не то, что он там действительно начинает там, я боюсь, я то, я сё, я пятое, десятое и так далее и тому подобное. Я это все там подробно рассказал. Поэтому, смотрите, слушайте меня. Заходы ты. Так, светлая голова, золотые руки. Сергей К. Как говорят, если человек талантлив, то талантлив во всем. Спасибо. Опыт десятилетней эксплуатации Лексуса ЛС-430 часть первая. Александр Циунчиков. Расскажите про расход. Сколько по городу у вас получается? Где-то получается литров 12-13. Кстати, на Момедике, на 570, там где-то 14-16. По городу получается. Значит, по городу получается, еще разок, это в ЛС где-то литров примерно 14 было. По трассе где-то литров до 9, а то еще меньше бывает. Так, женское здоровье. Эмера. Можете ли вы порекомендовать лечение при эндометриозе? Я бы не стал этого делать, что-то там рекомендовать и так далее, там говорить. Но, тем не менее, я этот вопрос разбирал, и он у меня в библиотеке где-то есть. Где-то есть даже в какой-то книге. Это надо смотреть. То есть, это не такие какие-то вещи повседневные, на которые, знаете, как простуда, на которую надо обращать внимание. Но, тем не менее, посмотрите, найдите. Хотя, Эльмира, вы у меня спонсор. Отношение к спонсорам особое. Поэтому, поэтому, я постараюсь не забыть, не забыть, а посмотреть и, так уж и быть, прочитать, что я там как раз про эндометриоз рассказывал. То есть, это не мои знания, а, будем говорить, знания. Значит, про эндометриоз. Если я, ну, в ближайшие две недели ничего не напишу, вы еще мне напомните. Не расскажу. Так. То есть, опять-таки, у меня, говорю, особое отношение к спонсорам канала. И вот, Наталья Шуклинская, тоже спонсор. Она говорит про щитовидку. Трава ломерная слоевище. В аптеке сухая трава по чайной ложке. В день в рацион добавляете. Поможет. То есть, она уже это говорит со своего, я так понял, практического опыта. Далее. Тягаем дружно. Дело идет. Владимир Романенко. Доброго здоровья. Вопрос. Сколько раз в неделю вы термируетесь? Вот, смотрите. Вот этот вопрос, он, можно так сказать, несколько неуместен. Ввиду того, что у каждого человека способность к восстановлению своя собственная. Раз. Далее. На эту способность к восстановлению влияет мотивация. Два. Она тоже у каждого своя. Третья, значит, индивидуальная конституция тоже. И смотря, что вы тренируете, как вы тренируетесь. То есть, одно дело, силовая тренировка на развитие. После которой надо там отдохнуть, будь здоров. А если просто так размялся, можно хоть каждый день разминаться. Вот. Поэтому я тренируюсь, лично я тренируюсь по самочувствию. Вот чувствую, я отдохну. Вот после гравитационной гимнастики у меня, как правило, там побаливают коленные суставы. Примерно где-то два-три уходит на то, чтобы они только раз восстановились. То есть, на них была нагрузка, они восстановились. И дальше я ее повторяю. Поэтому у меня, у меня где-то выходит. И, кстати, гравитационная гимнастика, она, знаете, способствует не тому, что вы тратите нагрузку. А она, вернее, тратите энергию. А она вам ее компенсирует и дает еще больше, чем вы потратили. Поэтому я где-то занимаюсь в среднем раз в три дня. Либо качаюсь, либо вот это делаю. Тренировка где-то одна больше, другая поменьше. В одной там больше вес, в другой там меньше вес. Но, тем не менее, я все это делаю по самочувствию. Это самый важный критерий. Ваше самочувствие. Ваше, а не мое. Ваше. Ваше.